Доброе утро, страна! Доброе утро всем тем, кто начинает новый день вместе с нами. И мне хочется вас поздравить, потому что сегодня пятница, а это означает, что совсем скоро выходной. Причем не один выходной и даже не два. Впереди нас ждет три законных выходных. Ну, не будем поздравлять заранее с праздником, говорят, нехорошая примета, но с другой стороны, сам факт того, что три выходных дня, это очень хорошо. А сегодня для вас в прямом эфире работает Александр Ткачев и Антонина Шитова. Вещаем мы сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым-24. Ну, Саш, я предлагаю сразу же начать с главных новостей. Что же подготовили наши корреспонденты, мы узнаем прямо сейчас. Расширяем границы программы «Утро нового дня». Прямые включения журналистов из Евпатории и Керчи. Обсуждение развлекательной и новостной повестки. Душевная музыка, глубокие стихи и теплая атмосфера. В центре Симферопля прошел вечер авторского творчества. Что вдохновляет крымских поэтов и музыкантов, знает Дарья Шарипова. Из культурной столицы страны в Крым на велосипеде. Как петербуржец прорабатывал маршрут и выбирал колеса, выяснила Татьяна Балыкина. Самая загадочная личность Евпатории. Чисто мэн Крым покажет свое лицо в прямом эфире. Кто он и за что его так любят жители полуострова. Военная служба по контракту не просто работа. Это возможность осознанно и профессионально выполнить свой долг и защитить Отечество. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Ну, дополняя анонс, мне хочется добавить, что традиционным уже стало разыгрывать билеты в театр. Потому что, как известно, 2019 год – это год театра. Так вот, мы приглашаем вас, дорогие друзья, посетить музыкально-академический театр Республики Крым. Но для этого надо будет ответить на всего лишь один вопрос. Вот я вспоминаю свою молодость и советские годы. И в то время была такая прекрасная вещь, как называлась она «Николашки». Это был прекрасный способ взбодриться утром. Съесть пару «Николашек» и начать свой день очень бодро и, собственно говоря, ярко. Так вот, дорогие друзья, что же такое «Николашки»? Тот, кто ответит, получит этот заветный билет. На две персоны, кстати. Саша, ну а пока наши зрители думают, я предлагаю отправиться и рассказать нашим зрителям, что же у нас сегодня в новостной повестке дня. Ведь наши корреспонденты с «Крым-24» трудятся и, наверное, работают круглые сутки. Оперативно и качественно. Под станцией скорой помощи номер два возобновила свою работу в поселке Грессовском в Симферополе. В день она принимает больше ста вызовов. Хватает ли медицинских работников – в сюжете Вероники Посековской. 95. 95. А ваша хорошая цифра? 110. Пенсионерку Наталью Лимаренко весь день мучила головная боль. Решила обратиться к врачу, но не в больницу, а прямо на подстанцию скорой медицинской помощи. Это очень хорошо, что идет амбулаторный прием. Вот я утром мерила, давление было низкое. Стала сомневаться, пришла перемерить. Давление повысилось. Незначительно, но повысилось. Это очень хорошо. Не надо ехать в поликлинику. Подстанция скорой медицинской помощи номер два в поселке Грессовский открылась недавно. До этого помещение пустовало три года. Не хватало медперсонала. Наталья Зуева работает здесь диспетчером. Весь день перед компьютером. Отслеживает перемещение бригад по городу. Вызыва к нам приходят с центральной диспетчерской на 103. Их распределяют по подстанциям. Они приходят к нам, и мы назначаем бригады. То есть вот у нас есть зелененькие. Это неотложные состояния. Или экстренное. Красные обозначаются. И вот у нас тоже есть вызов год и шесть. Ребенка аллергия. А это один из пунктов подстанции на улице Балаклавской. Молодой специалист Зенеп Ситнебиева пока занимается пополнением медицинских чемоданов. В будущем планирует работать врачом на вызовах. Всем хочется. Немножко юзенышевский максимализм все-таки присутствует на линию. Но мне здесь тоже очень, если честно, нравится. Я привык к коллективу. Но для начала это хороший старт. Все-таки здесь тоже большой опыт. Знание всех укладок. Тоже без их знания тяжело выходить на линию, не зная, что у тебя в сумке. Условия работы специалистов пока оставляют желать лучшего. Но все это временно. В декабре 2019 года для этих медиков свои двери откроет обновленное помещение на улице Севастопольской. В активной фазе капитальный ремонт Симферопольской подстанции скорой помощи номер 2. Здание 50-х годов полностью реконструируют. Вновь прокладывают коммуникации, обновляют фасад. А самое главное – ремонтируют крышу. Кроме того, продолжается ремонт внутри помещения. Рабочие демонтируют старые полы, готовят стены к отделке. На реконструкцию подстанции из регионального бюджета выделили 5 миллионов рублей. Прокинули сантехнику, водоснабжение, сейчас делаем стяжку полы. Работа, она в принципе идет быстро. Все зависит от того, как с материалом все решится, как финансирование и так далее. Работа кипит не только на стройке. Каждый день медицинские подстанции в Симферополе принимают до 600 вызовов. Однако актуальной проблемой для крымской столицы остается нехватка медперсонала. Согласно на 10 тысяч населения, должно быть 36 бригад скорой помощи вместе с Симферопольским районом. То есть это и Бахчисара, и Гвардейская. Но в реальности существует у нас меньше машин. На город Симферополь где-то мы в реальности, идет 25 машин скорой помощи. Это связано с большим кадровым дефицитом. То есть мы не можем обеспечить. Работа очень тяжелая, и люди уходят от нас. Сейчас на двух пунктах подстанции номер 2 работают 8 бригад скорой помощи. 4 в поселке Грессовском и 4 на улице Балаклавской. После открытия помещения на улице Сивастопольской медицинского персонала станет больше. Вероника Посековская, Артем Баранов. Новости 24. Зимний сад, огромные витражи и комфортное жилье для студентов. Так будет выглядеть Центр полиэтнической культуры молодежи в Симферополе. Его готовность 70%. Здание возводят в рамках федеральной целевой программы. Как проводится строительство, видела наш корреспондент Виолетта Корнейчук. Бесшумные лифты и панорамные окна. Высотное здание Центра полиэтнической культуры молодежи в Симферополе на завершающем этапе строительства. Здесь будет общежитие для студентов, квартирного типа, со всеми удобствами. Фактически 126 квартир. Вот декоративная штукатурка, уже розетки установили, люстры повесили, отопление почти выполнено, осталось пусконавадочные работы. Материалы преимущественно отечественные. Общая стоимость строительно-монтажных работ 747 миллионов рублей. Большое внимание рабочие уделяют безопасности. Это гофра для защиты кабеля. То есть, в принципе, все кабели защищены? Да, конечно, защитены. Осталось только их подключить, как бы уже раскинуто все. А на последних этажах работа кипит с раннего утра. Строители завершают укладку плитки. А на 14 этаже фактически на крыше. Скоро можно будет гулять среди цветов и деревьев. Здесь будет находиться зимний сад. Рабочие уже смастерили вот такую металлоконструкцию. Провели пожарную систему, вентиляцию и ливневку. Вместо стен и крыши будет стоять специальное стекло, позволяющее пропускать естественный свет таким образом, чтобы растения не погибли. Застекление является самым сложным этапом на этом этаже. Скоро к делу приступят ландшафтные дизайнеры. Им предстоит выбрать растение, которое украсит центр. С крыши высотки видно здание Крымского педагогического университета, к которому относится объект. Все работы идут по графику. Порядка 30 с лишним человек работают. Наружная отделка выполнена. На 100% отопление внутреннее тоже произведено уже на этапе завершения. Остается только пуск и наладочная работа. Пока вот на таком этапе. Первую очередь планируют сдать в декабре этого года. Это будут жилые помещения. Строительство остальных продолжится. Виолетта Корничук, Олег Черемиси, Новости 24. Из Екатеринбурга в Евпаторию. В местное трамвайное депо доставили новый вагон. Уникальное низкопольное оборудование сделали по спецзаказу на Уральском заводе транспортного машиностроения. Как машина проходит обкатку и технические испытания видела наш корреспондент Анастасия Крапивина. Новый трамвай в городе. Событие историческое. Вагоны, которые есть в депо 1967 года выпуска и старше, ломаются регулярно. Ремонтируют их даже по ночам, чтобы утром снова выпустить технику на линию. Алексей Сердюк работает здесь почти 10 лет. Машине, которую доставили в курортный город Сурала, несказанно рад. Старые трамваи уже вышли в свой ресурс. И мы надеемся, что новый подвижной состав нас не будет так подводить, как старые, которые мы ремонтируем практически круглосуточно. Новый трамвай собрали в Екатеринбурге. Уникальные вагоны для узкой колеи в 1000 мм в России делают только на одном заводе. После того, как данный вагон пройдет полный цикл испытаний и получит акт МВК и сертификацию ответствия, завод «Арлтрансмаш» готов к серийному выпуску данных трамвая. Любая модернизация, возможно, все зависит от технических заданий городов. То есть каждый город пишет техническое задание под себя. Новый трамвай значительно шире тех, что сегодня ездят по городу, оснащен кондиционером и видеокамерами. В вагонах также установлены антивандальные анатомические сидения. Принципиальное отличие этого вагона от старых в том, что он частично низкопольный и предусмотрен для программы «Доступная среда». Здесь везде расположены поручни, специальные крепления для маломобильных групп граждан, места для колясок, кнопка вызова для инвалидов и, главное, пандусы. Обновление подвижного состава – не единственные большие перемены в трамвайном управлении за последние годы. В Евпатории уже реализуется федеральная программа, по которой реконструируют пути и контакты. На ремонт и обновление выделили 678 миллионов рублей. В стадии прохождения технических заключений. Мы тоже надеемся, что со временем и контактные сети, и пути будут заменены на новые. После обкатки машины с Урала и технических испытаний трамвайное управление планирует постепенно заменить весь подвижной состав парком на идентичные машины. Старые вагоны продолжат служить, но уже в качестве музейных экспонатов. Анастасия Крепивина, Евгений Малышев, Новости 24, Евпатория. Ты знаешь, Саша, наши корреспонденты действительно всегда радуют и поражают. Но вот трудятся как пчелки. Утро только началось, а уже самые главные новости, новостная сводка уже прозвучала в нашей программе. Хочется сказать известную фразу «то ли еще будет», потому что сегодняшний выпуск обещает быть насыщенным информацией. Напоминаю, дорогие друзья, у нас розыгрыш билета. Вот, наконец-то, мне доставили с пылу, с жару, можно сказать, этот билет. Билет на спектакль под названием «Через стерний к славе» на 8 ноября, начало в 18.30. Третий ряд, третье, четвертое место. Чтобы его получить, нужно ответить всего лишь на один вопрос. Какой? На этот вопрос смогут ответить, наверное, только знающие люди. Потому что мы только что обсуждали, мне тоже очень хотелось бы сходить в театр, но, к сожалению, я не знаю, что такое Николашки. Но есть небольшая подсказка. Повторю вопрос. Что же такое Николашки? Саша у нас спросил, но и тут же дал небольшую подсказку. Это какая-то закуска. Да, это закуска, но, в общем-то, я считаю, что ее очень хорошо с утра принять на душу, так сказать, и взбодриться хорошо. Ладно, больше подсказок давать не буду, хотя были какие-то идеи. Дорогие друзья, ждем ваших звонков. Рассказывайте, что же такое Николашки и как взбодриться утром. Ну, наверняка, чтобы сделать Николашку правильно, нужно приложить немножко души и творчество. Как ты думаешь? Я думаю, что творчество нужно приложить не только, когда ты принимаешь Николашку, если это так можно выразиться. Я думаю, что с творчеством нужно подходить ко всему. Абсолютно верно. И, оказывается, у нас в городе проводят целые собрания творческих людей, так сказать, творческая элита молодежи. Так вот, на одном из таких съездов всесоюзных побывал наш корреспондент Дарья Шарипова, и она готова рассказать, что же там увидела. Даша, расскажи нам, пожалуйста, об этом в своем сюжете. В приятной компании и под гитарные мотивы. Так в Симферополе прошел вечер авторского творчества. Свои произведения широкой публике представили две поэтессы и семь музыкантов. Для того, чтобы выйти на сцену перед большим количеством людей и спеть свою песню, или прочесть свое собственное стихотворение, нужно обладать недюжинным мужеством. Так откуда же черпают мужество и вдохновение молодые крымские авторы? Пойдемте узнаем. Открывала вечер Ольга Мещерякова, сценический псевдоним Ольга Дали. Девушка пишет стихотворения с 15 лет и не раз с ними выступала. Стеснения перед публикой у нее нет. Эта вот энергия, она приносит такое ощущение приятное, которое невозможно передать. Но это у каждого артиста. Ради этого мы выступаем. Муза Ольги – парень, который не испытывает к ней ответных чувств, поэтому лирика девушки пропитана грустью. Меня манил его горчащий аромат ореховых духов. Возможно. Все время голоса внутри кричат. Я видела в душе его ничтожность. В нем было сила, множество, любовь. Он говорил необычайно красиво. От его руки пела моя кровь. Мне нравились его души мотивы. Такие вечера авторской музыки и поэзии в Крыму уже давно не редкость. Ребята из творческого объединения за последние полтора года провели их больше 25. В Крыму огромное количество ребят, которые связаны с творчеством. Очень крутые ребята, только их никто, к сожалению, не хочет поддерживать. И, так сказать, на разных творческих мероприятиях они себя демонстрируют. Тем самым мы их приглашаем к нам или взаимодействуем и сотрудничаем с такими вот ребятами. За спиной Виталия более 11 лет увлечения музыкой и около 40 публичных выступлений. На написание произведений парня вдохновляет хорошая погода. Поэтому его песня, как правило, веселая. Я занимался вокалом и преподавательницей. И она как-то предложила выступить на одно мероприятие, подыграть. И после этого так подыграл, что у нас получился дуэт, девушка. И вот мы уже два года выступаем. Недавно пара написала совместную песню. Этим вечером они ее представили впервые. Не только выступающие, но и гости вечера тоже обладают талантом к творчеству. Проверено нашей съемочной группой. Придумай рифму на фразу «Утро нового дня». Утро нового дня? Найди себя. Утро нового дня? Когда я вижу с утра тебя. Утро нового дня? Начну с чашечки кофе я. Утро нового дня? Вновь улыбись тебя. Утро нового дня? Все веселит меня. Проявить себя зрители могли также в конце вечера, когда микрофон на полчаса стал свободен. Белый стих, лирическая баллада и даже рэп. Гости использовали самые разные жанры, в очередной раз доказывая, что в искусстве нет ограничений. Дарья Шарипова, Руслан Хохлов. Утро нового дня. И правда, в искусстве нет ограничений, пока шел сюжет. Тоня тоже сочинила прекрасную рифму к слову фразе «Утро нового дня». Всегда бодрит меня. А что еще бодрит нас, наверное? Хорошая погода бодрит. Я готов рассказать, что же сегодня ожидать от синоптической картины, которая окружает наш солнечный славный полуостров. И хотя погода в последнее время не радует, но, может, именно сегодня немножко она вас все-таки взбодрит. Итак, сегодня в Симферополе переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 13 метров в секунду. Днем местами до 18. Температура воздуха ночью до минус 3, а днем до плюс 5. Севастополь малооблачно. Ветер северо-восточный до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, а днем плюс 6 тепла. Южный берег Крыма. Переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, а днем плюс 9 тепла. Керчь. Переменная облачность без осадков. Ветер тоже северо-восточный. 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 5. Армянск. Переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха около 5 тепла. Ну что же, от собственной погоды предлагаю перейти к курсу на топливо, потому что очень важно знать, какая же погода сегодня. То ли вы пройдетесь пешком, то ли вам придется заправлять своего железного коня. Итак, газ сегодня стоит 22 рубля 70 копеек за 1 литр. Дизельное топливо 48 рублей 70 копеек. 92-й бензин 44 рубля и 60 копеек. 95-й 48 рублей 77 копеек и 98-й 55 рублей 79 копеек. Ну и от, собственно говоря, топлива предлагаю перейти к валютам, потому что эти величины взаимосвязаны. Доллар сегодня стоит 63 рубля и 77 копеек. Он за последние сутки сдал в позициях, потеряв порядка 3 копеек. А евро, напротив, вырос. И сегодня он стоит 71 рубль и 19 копеек. Ну уж не знаю, порадуют вас ли эти новости, но наверняка кому-то они придутся, по крайней мере, так сказать, под руку, потому что, может быть, именно сегодня ты, Тоня, решила обменять все свои сбережения. Ну, Саша, знаешь, ничего нового. Доллар падает, евро растет, никаких открытий. В отличие от ученых, которые не так давно открыли пещеру Таврида. Знаешь, что такое? Ну, это, конечно, знаю. Я больше того скажу, это событие, которое стало, в общем-то, всемирно известным. Уникальная пещера, которая была очень долгое время запечатана глиняной пробкой. Вот только-только благодаря разработке самого главного путепровода, скажем, нашего солнечного полуострова, вскрылась эта пещера, и столько там нашли всего. Ну, ты представляешь, 1300 метров. Какая самая большая пещера? Самая большая пещера, ну, наверное, красная. А сколько она километров? Не знаю, какой у нее протяженность эта пещера. В общем, 22 километров. На самом деле, да, она очень сложная лабиринтовая пещера, но на самом деле для пещер протяженность в полтора километра – это не то, чтобы слишком много. Но... Ну, в принципе, меня очень порадовало, что 400 из них, из этих... 400 метров. 400 метров отдадут под экскурсионный маршрут. Да, кроме того, его еще и оборудуют очень по современным технологиям. Даже люди с ограниченными возможностями смогут спуститься. Но главная достопримечательность пещеры все-таки – те находки, которые были в ней сделаны. Начнем с того, что когда-то, в четвертичном периоде, эта пещера была логовом, страшным логовом пещерных гиен, которые затаскивали туда все, что ни попадя. Наверняка даже первые неандертальцы, которые обитали на полуострове, тоже оказались в числе их жертв. Там нашли кости саблезубых тигров. Нашли, кстати говоря, это враждующие кланы, как ты знаешь, гиены и тигры. Нашли пещерного медведя. Нашли страуса огромного, который достигал высоту более 2,5. Но останки человека тоже ведь обнаружили в этой пещере. Ну, это, вероятно, остаток завтрака гиен. Николашками они тогда еще не пользовались, а вот человеченкой любили закусить. Ну, ты знаешь, пещеры всегда, конечно, поражают своей, наверное, глубиной, в прямом смысле этого слова, ну и, конечно же, в принципе, насыщенностью того, что же там можно было обнаружить и так далее. Хочется, кстати, заметить то, что эту пещеру сделают экскурсионный маршрут не только под землей, но и также хотят облагородить сверху, то есть полотно. Плато. Окружающая поверхность, короче говоря. Окружающая поверхность, да, там будут установлены арт-объекты, с которыми можно будет пофотографироваться. Ну, главное, чтобы хорошо озеленили, мне кажется. Красивые кедры посадили, сосны всякие. Ну, в общем, главное, чтобы погода благословляла. И я предлагаю вопросить, что же происходит, как ощущается сегодняшняя синоптическая картина, так сказать, телом нашего мобильного корреспондента. Да, страшно за Дашу, потому что она сейчас находится на улице. И прямо сейчас с нами на прямой связи. Даша, доброе утро. Мало радости на лице нашего мобильного корреспондента. Ну, еще бы так рано вставать и так прохладно себя чувствовать. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Очень холодно на улице. Я прогуливаюсь сейчас в парке Тренева. Вчера был снег и еще и дождь. Но сейчас не видно и следов этой погоды. Дорожки все сухие. Поэтому очень приятно здесь ходить. Крым все еще находится во власти влажной и холодной воздушной массы из Северной Атлантики. Поэтому сегодня ночью было минус 2 градуса. И они держатся до сих пор. Но синоптики обещают около плюс 4, плюс 6 градусов днем. Так что будем надеяться, они нас не обманывают. Сегодня облачно. И, как обещают, без осадков. Также сегодня довольно сильный ветер. Примерно от 8 до 13 метров в секунду. И еще в некоторых районах Крыма обещают до 18 метров в секунду. Это, чтобы вы понимали, такой ветер, при котором ломаются ветки на деревьях. Поэтому будьте осторожны. Также сейчас очень морозно. Мои руки подмерзли. И по щекам такой морозец, как зимой, ощущение. Поэтому одевайтесь очень тепло. Надевайте теплые шарфы, как я. Потому что ветер попадает под одежду. И ощущается это не очень. И, кстати, по поводу шарфов. Знаете ли вы, что первые шарфы были придуманы еще около 2000 лет назад. И, как считают археологи, это были китайские военные. Первые, кто их носил. Только в практических целях. Только ради того, чтобы было тепло. А для красоты шарфы стали носить примерно в 17 веке. Это были, как правило, шелковые шарфы. Их очень любил Бетховен. Также Наполеон Бонапарт любил шелковые шарфы. К нам в Россию этот предмет гардероба появился лишь при Петре Первом. Он его привез примерно к концу 17 века. Что делает шарф таким универсальным предметом гардероба? Это то, что его можно носить в разных вариациях. Около 20 существует для женщин. И около 10 для мужчин. Поэтому сейчас, мне кажется, самый оптимальный вариант – это закутать шарф, обмотать его вокруг шеи как можно сильнее, закрыть все возможные прорехи в одежде. Потому что, ну, прям, чтобы не попадал ветер под одежду и вас не морозил. Берегите свое здоровье. И к этому моменту у меня все. Передаю слово студии. Спасибо большое, Даша. Спасибо большое. Главное шарфом не переборщить. Потому что была одна известная танцовщица Айсидора Дункан. Так вот она переборщила слегка обмотавшись шарфом. Это закончилось не очень хорошо. Но это совсем другая история. Ну, ты знаешь, Саша, у нас сегодня тоже немножечко свежо. Мне кажется, мне бы тоже здесь не помешал кашемировый шарф. Но ты знаешь, кстати говоря, вот сегодня одно мое наблюдение маленькое, смею озвучить. Насколько все-таки Симферополь разнообразен по своему микроклимату. Даша озвучила температуру в минус 2 градуса, которая была ночью. Но я точно знаю, что в центре Симферополя такой температуры не было. Поистине почему. Дело все в том, что у меня перед домом небольшой садик есть. И там растет банан. Китайский текстильный, японский текстильный банан. Так вот это растение не выдерживает температуру ниже нуля. И как только опускается минус 1, листья жухнут и падают в виде черных таких масс. То есть это дерево является для тебя... Ну, это не дерево. Это, на самом деле, огромная трава. Так вот, несмотря на то, что сегодня было и правда холодно, банан под моим окном прекрасно себя чувствует. И листья его зеленые, нисколько не пострадали. Поэтому, вероятно, вот как раз в центре Симферополя, где я живу, микроклимат, окружающая инфраструктура, то есть высотные дома, создали такую атмосферу интересную, которая создала температуру выше нуля. Знаешь, Саш, я могу сказать, что тебе крупно повезло, раз у тебя температура немножечко отличается от той температуры, которая в остальных частях города. Но я, кстати, хочу сказать, Дарья у нас только что прогуливалась по улицам Симферополя. И я еще знаю, где прогуливались наши корреспонденты. Это Стефан Филатов был, и прогуливался он по Евпатории. Я предлагаю посмотреть, что же интересного он успел подметить. Рекордное количество солнечных дней в году. И, как следствие, средняя температура даже самого холодного зимнего месяца выше нуля. Этот факт вместе с многовековой историей говорит о том, что Евпатория – уникальный город. Старинная архитектура, традиционная кухня и огромное разнообразие сувениров, наибольшей популярностью среди которых пользуются необычайные красоты турки. Центр Евпатории с головой погружает в историю и обычаи крымско-татарского народа. Кстати, по многим поверьям, город начинается именно отсюда. Строительство Гизлевских ворот датируется 15 веком. Высота оборонительного сооружения – 20 метров. По мнению историков, здесь жила стража, всегда готовая отразить нападение неприятеля. Современники постройки называли ее «ворота дровяного базара». Из-за того, что город расположен в Приморско-Степном регионе, дерево для обогрева домов ценилось высоко. Украшения, сладости и плоды творчества. Соблюдая древние традиции, торговля в этом месте продолжается и сегодня. Также здесь представлен огромный выбор дубликатов старинных монет. А что интереснее, можно сделать даже свою собственную, уникальную. Для этого нужно выбрать два изображения на одну и на другую сторону. Затем берем заготовку и приступаем к работе. Юрий Вершигора занимается этим уже два десятилетия. Говорит, что людей прельщает не столько необычное изделие, как возможность изготовить его самостоятельно. Чекание деньги человечество научилось примерно две с половиной тысячи лет назад. С тех пор особо ничего не поменялось. Точно так же используется клише, которое останавливается в специальный станок, и молоточек. А это вам на память о городе Евпатории. Спасибо. Население Евпатории порядка 120 тысяч человек. Город достаточно компактный, но при этом здесь проживают представители многих национальностей. Где еще можно увидеть мечеть, от которой рукой подать до церкви. А буквально в ста метрах от нее расположилась эта сцена. Кстати, одна из главных в городе. Примечательна она тем, что вне национальных культур, которых, кстати, в Евпатории очень много. Здесь выступают представители немецкой, греческой, караимской и многих других диаспор. Застать эту сцену пустой очень сложно, но сегодня, как видите, у меня это получилось. А вот сказать того же о евпаторийских набережных нельзя. Соленый морской воздух, обилие практически ручных птиц и художественные пленеры. Что-то свое, уникальное здесь найдет каждый. Еще когда были молодые, очень хотелось побывать. Потом Крым как бы не наш стал. И вот когда он вернулся в Россию, очень хотелось здесь побывать. Узкие улочки старого города и масса исторических достопримечательностей, современные жилые комплексы и сфера развлечений. Евпатория словно живет в двух временах – в прошлом и настоящем. Это способно заинтересовать даже опытного туриста. Благодаря уникальным климатическим особенностям, курортный сезон в Евпатории длится рекордные полгода. С мая – посередину октября. Даже глубокой осенью и зимой приток туристов не снижается, что обусловлено пансионатами, санаториями и здравницами, которые работают круглый год. Стефан Филатов, Алексей Семенов. Утро нового дня. Наш эфир продолжается, ведущие перемещаются. Это значит, что в нашей студии появились гости. Хотелось бы представить Сергей Валерьевич Винников, начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Симферополя. Сегодня будет рассказывать нам, как же важна армия. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Валерьевич, вопрос к вам. Я каждое утро просыпаюсь и думаю, как же я хочу попасть в армию. Но вот Тоня говорит, что я уже старый, меня туда не возьмут. Это правда? Граждане от 18 до 40 лет могут пойти служить в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Так что проблем с этим нет. По контракту? По контракту, да, пожалуйста. А вот, как мне, человеку непосвященному, чем отличается служба по контракту от срочной службы? Военная служба по контракту – это, можно сказать, защитник отечества, который уже осознанный. Ну, соответственно, социальные, определенные социальные гарантии, льготы на военнослужащего, естественно, денежное довольствие, соответствующее, свободный выход в город. То есть он, военнослужащий по контракту, это приравнивается он как офицеру, прапорщику. Ну и много желающих отправиться служить по контракту. Ну, наш пункт отбора с 2014 года функционирует. Вот. За этот период мы призвали порядка пяти с половиной тысяч человек. В основном граждане оставались служить здесь, в Крыму. Вот. Ну, также некоторые убыли на материк. А вот есть какая-то, скажем, предрасположенность именно крымчан? Где хотят остаться? В Крыму или на материк уехать? Крымчане в основном все остаются служить в Крыму. Но есть некоторые убывают тоже на материк. Мы отправили и Камчатка, и Северный флот, Мурманск, и Московская область. Ну, а так в основном крымчане в Крыму служат. А почему люди хотят идти служить по контракту? То есть есть какие-то ответы? Хорошо платят? Или некуда идти больше работать? Или действительно хотят родину защищать? Ну, военнослужащие, у них в вооруженных сил самый большой социальный пакет и самые большие социальные гарантии. Это одна из структур, где, ну, других структурах нет такого. Постоянное, может получить постоянное жилье. Сейчас военнослужащие по контракту, они через ипотечную систему это получают. Также медицинское обеспечение, затем бесплатное питание, бесплатный проезд, ну, соответственно, и денежное довольствие. Денежное довольствие минимальное. Сейчас с 1 сентября тоже произошло повышение денежного довольствия. Минимальное от 22 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Это если, я считаю, рядовой и сержантский состав. Соответственно, если прапорщики, офицеры, они больше получают. Действительно, сплошные плюсы. То есть, денежное довольствие, это как зарплата фактически. Да, но оно тоже, как бы, каждому военнослужащему индивидуально. Если он выполняет надбавки по физической подготовке, точнее, выполняет нормативы по физической подготовке, соответствующие, на соответствующий уровень, то у него до 70% надбавка. Если он, допустим, КМС, мастер спорта, там 90-100% надбавка. Если он сдает зачеты на хорошо и отлично, то ему присылают классный специалист, за это тоже платят. То есть, нет такого, что все военнослужащие в одном подразделении получают одинаковое денежное довольствие. Каждому подходит индивидуально. Ну и там порядка 10-15 надбавок, которые... Все больше и больше хочу пойти на контрактную службу. Скажите, а вот кем, например, какие есть виды деятельности, кем можно стать, придя на контрактную службу? Вот если хочу на флот, например. Виды деятельности очень разнообразные. В основном нам требуются технические специальности, так как сейчас в армии все больше нового вида вооружения и военной техники. Ну и также части специального назначения. То есть здоровье должно быть отлично. Как бы разные роды деятельности. А как правильно выбрать войска? Как правильно выбрать? Ну я хочу на флот, но не позволять здоровье. Когда к нам приходит кандидат и обращается для поступления на военную службу по контракту, мы смотрим несколько критериев. Это его здоровье, затем образование. Если он должен поступить по вооруженной силе, по профильному образованию. Если у него техническая специальность, значит на техническую должность. Если у него медицинская, значит по медицинской линии мы отправляем служить. Ну вот и профессиональный психологический отбор, это вот эти основные критерии. Какими качествами психологическими должен обладать претендент? Ну вот к нам все кандидаты, которые прибывают, они проходят профессиональный психологический отбор. И там четыре категории годности. Это первое, рекомендуется в первую очередь, рекомендуется, рекомендуется условно и не рекомендуется. Соответственно, для поступления вооруженной силы по контракту нужно хотя бы рекомендуется условно. Но опять же, если он прошел по этой категории, рекомендуется условно, то на определенные должности он не может попасть. В части специального назначения, то же самое может быть военно-морской флот, в части ВДВ. В общем, у него сразу сокращается перечень должностей, куда он может попасть. Поэтому однозначно для того, чтобы он и больше зарабатывал и выбрал ту должность, которую он хочет, он должен по медицинским показателям соответствовать, по профессиональному психологическому отбору должен соответствовать. Саша, ну ты не переживай, тебе все двери открыты. Расскажите для новобранцев, ну и вообще, наверное, для тех, кто решится служить по контракту, куда им прийти, куда обратиться, кто им может помочь? Ну, каждый гражданин, который изъявил желание поступить на военную службу по контракту, он имеет право обратиться и должен обратиться. Либо военный комиссариат по месту жительства, либо прибыть к нам, улица Киевская, 152. Это республиканский военный комиссариат, где мы дислоцируемся, пункт отбора на военную службу по контракту, где мы дадим полную консультацию и расскажем, предложим должности. Есть, что касается, скажем так, соматического здоровья человека, какие ограничения есть? Ну, по здоровью, если общее состояние здоровья, то есть две категории. Это А, годен к военной службе, и Б, это годен с незначительными ограничениями. Но, опять же, если у него категория годности Б, то, допустим, военно-морской флот, ВДВ, части специального назначения, он уже не может претендовать, а он попадет в части обеспечения, либо мотострелковые войска, ну, где позволяет категорию годности. Игорь Валерьевич, у нас осталась буквально, к сожалению, минута. Я прошу вас еще раз во всеуслышание объяснить, почему же это важно, почему же это престижно быть военным. Ну, в первую очередь, есть такая профессия Родину защищать. Военнослужащий по контракту – это будущий офицер, который, если они захотят свою жизнь дальше связать с вооруженными силами. Поэтому основная – это защита Отечества, Родины. Что может быть престижнее. Да. Спасибо вам. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии был Сергей Валерьевич Винников, начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Симферополя. Ну, а мы движемся дальше. И я думаю, что всю информацию, которая только что прозвучала у нас, можно будет прочитать и в интернете. Она тоже есть. Что же еще есть в интернете, знают наши корреспонденты. Сальто назад, вперед, с рукой и без. Просто на траве или даже ступеньках. Мужчина прыгает с бордюра на бордюр, как профессиональный паркурист. Своими пируэтами он в очередной раз доказывает. Сложные акробатические трюки можно делать даже с лишним весом. Как мало в детстве нужно для счастья. Спортсменка, посетившая Африку с гуманитарной миссией, показала ребятам трюк с вращающимся мячом. Это маленькое чудо дети запомнят надолго. Чего только не сделаешь ради фотографии с кумиром. Например, можно задержать футбольную игру, но только если ты главный судья. Арбитра остановила матч после фола полузащитника, показав ему желтую карточку и затем спокойно сделала селфи. Рок-н-роллу все возрасты покорны. Пенсионерка не смогла пройти мимо уличного музыканта и начала танцевать. Такими зажигательными движениями она даст фору многим юнцам. Не только Ванда может сесть на шпагат между двумя разъезжающимися фурами. Этот опасный трюк повторил россиянин Егор Тунгусков. Правда, соблюдая все меры безопасности. На крыше автобусов установили специальные противоскользящие маты. Своё мастерство мужчина показал на конкурсе «Пермь рулит». Если танцевать под музыку из любимого мультфильма, то только с лучшим другом. Пёс заменил девочки-кавалера и справился ничуть не хуже настоящего наследника престола. Правда, к концу видео питомец немного устал и повел себя как принцесса. Сбежал с бала. Мировой рекорд, который держался 30 лет побит, непальский альпинист покорил 14 высочайших вершин планеты. Он совершил восхождение на горы в Пакистане и Тибете. Последней стала Шишабангна в Китае. Для освоения высот мужчине понадобилось 6 месяцев и 6 дней. Саша, я напоминаю, что у нас есть некоторое нововведение. Просто ты у нас эфир сегодня в таком формате ведёшь, наверное, в первый... А, ты же не в первый раз, конечно. Крученный калач. Тогда мы не будем медлить и уже, конечно же, на связи с нами наши коллеги из Евпатории, и которые готовы поделиться новостями. К нашему эфиру готовы подключиться коллеги телерадиокомпании «Крым» Евпаторийского филиала. Анастасия Крапивина с нами на связи. Доброе утро, Настя. Что же у вас сегодня на повестке дня? Доброе утро, республика. В нашей студии началось очень рано, но очень бодро и позитивно. А всё потому, что в гости мы пригласили настоящего местного супергероя «Чистомэна». Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Мне очень приятно в вашей студии. Также, что хотелось бы сказать про себя. Я бы не сказал, что я супергерой какой-то, потому что я всё-таки делаю обычное дело, которое, в принципе, может делать каждый. Ну, супергеройского лично я ничего не вижу. Но если людям приятнее называть меня супергероем, ну, пусть так и будет. Главное, чтобы они понимали мою работу и хотели то же самое сделать, да, там, порядок, навести, там, чистоту и всякое такое. Евпаторий, вы личность очень уже известная. А в республике, я думаю, не все ещё знают, чем конкретно вы занимаетесь. Давайте расскажем телезрителям. Я занимаюсь наведением порядка. К примеру, первая моя уборка была на пляже. Я вычистил порядка двух километров пляжа. Собрал порядка 500 килограмм мусора, более сотни мешков мусора. Потом за пляжем я уже убрал кладбище городское. Потом убрался на лесопосадках. И также вот на данный момент недавно закончил уборку на Майнаках. Майнаки – это непопулярная зона среди евпаторийцев. Это у нас заброшенный достаточно парк, грязелечебница. Почему именно Майнаки? Ну, Майнаки, потому что на данный момент, в нынешнее время, как бы очень печально, что в Евпатории нет нормального парка. Где бы люди могли выйти с детьми, погулять с колясками, выгулять даже своих домашних животных. И поэтому мне хотелось к парку Майнаки привлечь больше внимания, прибраться. Может, люди туда не ходят из-за того, что там очень грязно. Я прибрался там, покрасил лавочки, покрасил урны, покрасил центральный вход более-менее в Майнаке, бордюрчики покрасил. Ну, хотел добавить цвета, чтобы людям все-таки было более приятно гулять по парку, а не по заброшенной территории. Ну, надеемся, мне хотя бы как-то это удалось здесь сделать. Ну, все навряд ли. Есть ли у вас последователи? Последователей, к сожалению, особо нет, но многие люди хотят помогать и помогают. Помогают чем? Ну, кто-то помогает краской, кто-то помогает мешками, кто-то может финансово помочь, если нет возможности краски, еще что-то. Кто-то просто добрым словом, как бы, очень приятно мне было, когда я убирался, все время люди проходили, говорили мне огромное спасибо. Я говорю, да, ничего страшного, вам спасибо, типа. Расскажите, как, в принципе, пришла такая идея в голову? Вот заниматься уборкой, еще и делать это инкогнито. На это меня сподвигнул, как я его называю, чистомен всей России, это челябинский чистомен Артур Матис Сиразиев. Он мне попался в интернете, он попался мне случайно, вконтакте новостную ленту листал. Посмотрел видео, почитал его посты, подписался на группу, и мне стало интересно, я понял, что это реально нужно сделать, и это изменит мир, хотя бы немного, но изменит и в лучшую сторону. И потом вот решил вот как-то с утра вот встать и начать, и уже вот с апреля месяца я вот этим занимаюсь. Я так понимаю, чистомен Челябинский не скрывает своего лица и своего имени. Почему вы решили делать это инкогнито? Ну, он тоже скрывается, поэтому не показывает особо, не афиширует. Вот, ну, почему я, ну, все-таки решил делать это инкогнито, потому что, ну, настоящий я, как бы, ну, не важно, как бы, не важно мое имя, не важно моя фамилия, как бы, важно то, что я делаю. Вот, мне хочется донести до людей, что все-таки надо перестать загрязнять там окружающую среду, да, что зона нашего комфорта, она не заканчивается на, ну, на наших квартирах, что, в принципе, можно убраться во дворе и будет лучше, там, пойти, там, в тот же самый парк убраться, на пляже убраться. Вот, и это должен делать каждый, как бы, потому что в этом ничего такого нет, но с каждого помешка с миру понятки, как говорится, вот, и будет уже на порядок чаще и патуре. Мы думаем, все-таки, что страна должна знать своих героев, и, может быть, мы можем разоблачить все-таки вас, снять с вас маски. Сейчас хотите, ну, хорошо, могу и снять маску. Отлично. И как вас зовут на самом деле? На самом деле меня зовут Садыков Ильяс. Вот. Чем вы занимаетесь помимо супергеройства? Я продавец-консультант в строительном магазине. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы передать привет своему начальству Сергею Александровичу Урису Доброго. Я думаю, будет приятно. Отлично. Расскажите, вы евпаториец? Нет. Не евпаториец. Как пришла в голову идея все-таки убираться именно в Евпаторию? Откуда вы? Ну, я сам из Железногорска, Красноярского края. В Евпаторию переехал три года назад. Все из-за того, что у меня жена хотела перебраться в более теплые края, потому что в Сибири очень холодно, особенно зимой. И она хотела вот в теплые края. Изначально рассматривали Таиланд, но затем у нас появился Крым. И я говорю, поехали в Крым. Зачем там хотя бы люди наши, родные русские, хоть по-русски разговаривают. И мы переехали, собрались, сыграли свадьбу и поехали в Крым. И в Евпаторию выбрали, потому что она тоже так же небольшой городок, как и мой, как бы сто тысяч населения. Не люблю мегаполисы, не люблю движуку. Я так понимаю, Крым нравится очень сильно, раз вы решили еще и заниматься очисткой территории. Расскажите, как вы находите время, как совмещаете это все с работой? И я думаю, там, о наболевшем, это о деньгах. Вы за свой счет это все делаете? Ну, да, да, все делается за свой счет. Конечно же, люди мне помогают финансово, но это не перекрывает всех расходов. Там, небольшую часть, но все же это хорошо, что хотя бы кто-то понимает, что это все-таки дело тяжелое, потому что потрачена довольно-таки огромная сумма. Как это все успеваю делать? Ну, после работы, после работы. С 8 до 5 работаю, да, потом остается вечером, чтобы убраться. Иногда есть выходные, когда праздники, тогда убираюсь, потому что мне намного приятнее провести весь день на уборке, чем нежели там где-то на диване или еще что-то. Вот, это весело, это самое главное, что я делаю пользу. И вот душевное состояние мое улучшается, когда я понимаю, что я там вычистил там порядка 50-100 мешков мусора. Как бы их стало меньше, и мне от этого очень приятно. Спасибо вам большое. А мы продолжим следить за самыми актуальными событиями города и продолжим знакомить всю республику с необычными и впаторийцами. Коллеги, как у вас дела в студии? Ну, во-первых, большое спасибо. Желаем вам хорошего дня и добрых новостей. У нас сегодня в студии тоже будет много интересного и много новостей. Включимся мы чуть-чуть позже с нашими коллегами из Керчи. Но что хотелось бы сказать, Саш, своих героев нужно знать в лицо. И это действительно так. Мне кажется, что было бы здорово, если бы такой чисто мэн появился в каждом городе нашего полуострова. Да, и так же снимал маску. Знаешь, я вот даже какое-то поймал такое ностальгическое ощущение. Вот в 90-е годы была такая передача «Моя семья», и там всегда была рубрика «Маска». Тогда это только появилась, эта вот интрига. Мы еще люди были тогда неопытные, не накормленные таким телевизионным разнообразием. И тогда все с упоением слушали истории этой маски и с нетерпением ждали, а снимет ли она ее в итоге. Но вот видишь, в данном случае Фантомас все-таки маску снял и обнажил свое довольно-таки приятное лицо. Мне кажется, что в принципе для того, чтобы убирать и создавать чистоту, не нужна никакая маска. Главное просто понимать, что ты будешь здесь жить, то, что ты любишь свой полуостров. Кстати, что касается полуострова и отдыхающих, которые сюда приезжают, кроме того, что это будет радовать их глаз, я хочу сказать, что сюда они приезжают часто. Единственное, чем они могут остаться недовольны, так это ценами. Ты знаешь, что провели российские наши исследователи небольшой опрос с сервисом путешествий и рассказали, за что же не любят платить туристы. Вот ты за что не любишь платить? Знаешь, я просто эту новость прочитал и, конечно, в принципе, солидарен абсолютно с глазом народным. Я знаю, я, так сказать, забегу вперед, скажу, за что же любят больше всего платить. За такси. Да? Любят платить. Любят платить. А вот не любят платить, знаешь, за что? Знаю, за лежаки не любят платить, потому что я тоже отношусь к числу этих людей, которые не любят платить за лежаки. Меня это тоже очень сильно обижает. Другие не любят давать чаевые, но я к этому отношусь с пониманием. Ну, ты знаешь, что здесь мнение, в принципе, разделилось, и не так много людей, которые не любят давать чаевые. Примерно столько же опрошенных, это 13%, не любят платить за пользование мини-баром. Обидно. Обидно. Ну, я тоже не хотела бы, наверное, платить мини-парам, когда там столько всего. И это я сейчас говорю о орешках. Время не ждет, к сожалению. И одна из очень интересных новостей, которая просто порвала интернет, простите за такое сравнение, это находка японских ученых. Предлагаю посмотреть небольшое видео, которое подготовили наши корреспонденты. Специальная компания по изучению морского дна. Беспилотная подводная лодка изучает останки древних кораблей. Ну, не совсем древних, скажем, прошлого века, назовем их так. Так вот, на глубине 4736 метров нашли останки одного из первых потопленных судов военно-морского флота США. Потопил его летчик Камикадзе японский, который, в общем-то, пожертвовал собой ради национальной идеи. И вот теперь целая программа есть по изучению, скажем, останков на морском дне, на любой глубине. Это, конечно, очень удивительно и позволит открыть совершенно секретные страницы нашей истории. Причем я хочу заметить, что только в октябре 2019 года было сделано уже несколько таких находок. Подводные лодки, специальные роботы отправляются вниз на глубину такую. Тонь, ну ты знаешь, что для того, чтобы узнать, что происходит на улицах Симферополя, нам робот не нужен. У нас есть грамотные, обученные корреспонденты, которые готовы нам доложить о ситуации. Дарья Шарипова сейчас в Симферополе на одной из улиц и готова поделиться переживаемым. Дарья, доброе утро. Еще раз доброе утро, коллеги. Я продолжаю гулять по улицам Симферополя. И сейчас я прогуливаюсь вдоль набережной Салгира. Кто-то идет на работу, спешат очень много людей мимо меня. Кто-то на учебу. Также до этого мимо меня пробежало парочку человек, которые занимаются утренней пробежкой, что вызывает большое уважение в такое холодное утро. Какая у меня новость? У меня новость такая. Вчера появилась информация о том, что наконец-то разработан дендроплан, план высадки деревьев вдоль набережной Салгира. Это будет в районе улицы Киевской и около Гагаринского парка. Не там, где мы находимся. Мы находимся здесь и так много деревьев. Также вообще этот план, идея о том, что надо высаживать деревья вдоль Салгира появился месяц назад. Изначально вообще не планировали что-либо высаживать, только срезать и срубать аварийные деревья. Планируется высадить около 100 тысяч деревьев и кустарников. И это, как правило, будут ивы и можжевельники. И также те растения, которые не требуют искусственного полива. Также за моей спиной вы можете видеть газон зеленый. Правда, он усыпан осенними листьями. Этот газон тоже высадили этой осенью гидропосевом. И вот сейчас он уже зелененький, радует глаз прохожих, гуляющих по парку. А вы уже гуляли по обновленным тропинкам набережной Салгира, коллеги? Даш, нет, мы еще не гуляли по набережным Салгира, но я хочу сказать, что прокатиться на велосипеде я бы там хотела. Есть люди, которые для того, чтобы прокатиться по набережной Салгира преодолевают тысячи километров. Как, например, поступил герой следующего сюжета, который сняла Татьяна Балыкина. Так, давайте же узнаем его мотивацию. На кадрах 1 августа 2019-го в этот день началось большое путешествие Алексея Крылова. Таксисту из Санкт-Петербурга надоела монотонная жизнь северной столицы. Продал машину, пересел на велосипед, определил маршрут точками на карте и двинулся в путь. Первый день выезда моего, это вот как в каком-то тумане. Идет какой-то мандраж, идет неуверенность, понятное дело, что ты не понимаешь вообще куда, что, где ты будешь ночевать, что с тобой будет. Вообще непонятно, что будет происходить. Придал уверенности попутный ветер и люди, которых встретил в дороге. Один мужчина посоветовал поляну для ночлега, другой составил компанию на ближайшие 500 километров. На пару велосипедисты 8 дней крутили педали до города Себеш. Дальше Алексей в одиночку отправился в Минск, а оттуда в Крым. Это тот самый велосипед, который верно прослужил нашему герою все 4000 километров путешествия, практически не ломаясь. Только однажды пришлось заменить спицы и шины на заднем колесе. Общий вес транспорта 40 килограммов, палатка, спальник, карематы, сумки с едой и одеждой. Все необходимое в прямом смысле слова под рукой. Подготовка к путешествию обошлась Алексею в 100 тысяч рублей. Еду в деревню Кузнецова, а тут смотрите какая штука. Аисты. В пути велосипедист 3 месяца, в среднем по 100 километров в сутки с небольшими остановками. До Крыма добрался за 49 дней. Здесь решил немного задержаться. Пожил в Севастополе на берегу моря, исследовал местные леса, горы и приобрел много новых друзей. Едешь в конце дня, проезжаешь очередные 100 километров и просто порой хочется просто кричать от счастья и радости, что закат видишь очередной, очередное место красивое. Каждый день как новая жизнь. Люди неделями проживают, а у меня один день как месяц. И вот по ощущениям, что я год назад проехал в Питер. В социальных сетях велосипедист ведет видеодневник своего путешествия. Каждый день делится впечатлениями с подписчиками. Во многом благодаря поддержке друзей и знакомых его странствия все еще продолжается. В добрый путь. В добрый путь. А тем временем Алексей Крылов уже отметил новую точку на карте. Ему предстоит преодолеть 5000 километров, чтобы Новый год встретить уже в Стамбуле. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Доброе утро, дорогие зрители, те, кто к нам присоединился. Если вы включили телеканал Первый Крымский или Крым24, переключаться в ближайший час не стоит, потому что в студии будет работать для вас Антонина Шитова и Александр Ткачев. Все самое интересное, что только можно, мы для вас подготовили. Предлагаем узнать из небольшого анонса, конкретно что. В ближайшие 60 минут вы сможете узреть на своих телеэкранах. Расширяем границы программы «Утро нового дня». Прямые включения журналистов из Евпатории и Керчи, обсуждение развлекательной и новостной повестки. Душевная музыка, глубокие стихи и теплая атмосфера. В центре Симферополя прошел вечер авторского творчества, что вдохновляет крымских поэтов и музыкантов, знает Дарья Шарипова. Из культурной столицы страны в Крым на велосипеде. Как петербуржец прорабатывал маршрут и выбирал колеса, выяснила Татьяна Балыкина. Самая загадочная личность Евпатории. Чисто мэн Крым покажет свое лицо в прямом эфире. Кто он и за что его так любят жители полуострова? Военная служба по контракту не просто работа. Это возможность осознанно и профессионально выполнить свой долг и защитить Отечество. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». И хотелось бы сразу же начать с самых позитивных и интересных новостей. У нас объявился победитель. Напоминаем, что в прошлом часе мы разыграли билет на театральную постановку. Это не совсем театральная постановка. Это симфонический концерт на произведение Арама Хачатуряна, великого советского композитора. Называется он «Через тернии к славе». Тут, в общем-то, концерт пройдет 8 ноября. Дорогие друзья, все те, кто не выиграл его, не расстраивайтесь. Похожий билет, но на другое место мы разыграем в грядущий вторник. Поэтому у вас еще есть шанс. Так вот, победил Виктор Синников. Вы можете забрать этот билет у нас на проходной сегодня в любое время дня. Теперь радиокомпания «Крым», студенческая 14. Но теперь все-таки, наверное, пора снять завесу тайны, что же такое «Николашки». «Николашками» называется такая, я бы сказал, такое яство. Не назовем это закуской. Яство, состоящее из дольки лимона, обильно посыпанного с одной стороны молотым кофе, а с другой стороны сахаром. Это все сворачивается в такой красивый аккуратный рулетик и употребляется. И, ну, употреблять его, наверное, можно в разных случаях. Но думаю, что к утреннему завтраку тоже вполне подойдет, чтобы, так сказать, взбодриться. Саш, ну, я, конечно, не застала «Николашки», но я думаю, что в дальнейшем я смогу своих друзей тоже схитрить. Побаловать. Да, да. Ну, я напомню, что наша Антонина, она из Тюмени. И в свое время большая поклонница была коровки клуба «Шоляпин». А вот в наше время, в Советское, в Симферополе было прекрасное заведение «Солнце в бокале», так там вот «Николашки» были самым ходовым продуктом. Ну, такая вот новость прошлых дней. Очень интересная новость, но мне кажется, то, что редакция новостей «Крым-24» подготовила тоже немало интересных. Не менее интересная, да. Я прямо готов сейчас подняться и озвучить, что же подготовили наши корреспонденты, которые не знали ни сна, ни отдыха и лишь искали интересные новости для вас, дорогие друзья. Оперативно и качественно. Подстанция скорой помощи номер два возобновила свою работу в поселке Грессовском в Симферополе. В день она принимает больше ста вызовов. Хватает ли медицинских работников? В сюжете Вероники Посековской. 95. 95. А ваши хорошие цифры? 110. Пенсионерку Наталью Лимаренко весь день мучила головная боль. Решила обратиться к врачу, но не в больницу, а прямо на подстанцию скорой медицинской помощи. Это очень хорошо, что идет амбулаторный прием. Я утром мерила, давление было низкое. Стала сомневаться, пришла перемерить. Давление повысилось. Незначительно, но повысилось. Это очень хорошо. Не надо ехать в поликлинику. Подстанция скорой медицинской помощи номер два в поселке Грессовский открылась недавно. До этого помещение пустовало три года. Не хватало медперсонала. Наталья Зуева работает здесь диспетчером. Весь день перед компьютером отслеживает перемещение бригад по городу. Вызовы к нам приходят в центральной диспетчерской на 103. Их распределяют по подстанциям. Они приходят к нам, и мы назначаем бригады. То есть вот у нас есть зелененькие. Это неотложные состояния. Или экстренные. Красные обозначаются. И вот у нас тоже есть вызов год и шесть. Ребенка аллергия. А это один из пунктов подстанции на улице Балаклавской. Молодой специалист Зенеп Ситнебиева пока занимается пополнением медицинских чемоданов. В будущем планирует работать врачом на вызовах. Всем хочется. Немножко юзенышевский максимализм все-таки присутствует на линию. Но мне здесь тоже очень, если честно, нравится. Я привык к коллективу. Но для начала это хороший старт. Все-таки здесь тоже большой опыт. Знание всех укладок. Тоже без их знания тяжело выходить на линию, не зная, что у тебя в сумке. Условия работы специалистов пока оставляют желать лучшего. Но все это временно. В декабре 2019 года для этих медиков в свои двери откроет обновленное помещение на улице Севастопольской. В активной фазе капитальный ремонт Симферопольской подстанции скорой помощи номер 2. Здание 50-х годов полностью реконструируют. Вновь прокладывают коммуникации, обновляют фасад. А самое главное – ремонтируют крышу. Кроме того, продолжается ремонт внутри помещения. Рабочие демонтируют старые полы, готовят стены к отделке. На реконструкцию подстанции из регионального бюджета выделили 5 миллионов рублей. Прокинули сантехнику, водоснабжение, сейчас делаем стяжку полы. Работа, она в принципе идет быстро. Все зависит от того, как с материалом все решится, как финансирование и так далее. Работа кипит не только на стройке. Каждый день медицинские подстанции в Симферополе принимают до 600 вызовов. Однако актуальной проблемой для крымской столицы остается нехватка медперсонала. Согласно на 10 тысяч населения, должно быть 36 бригад скорой помощи вместе с Симферопольским районом. То есть это и Бокчисара, и Гвардейская. Но в реальности существует у нас меньше машин. На город Симферополь где-то мы в реальности, идет 25 машин скорой помощи. Это связано с большим кадровым дефицитом. То есть мы не можем обеспечить. Работа очень тяжелая, и люди уходят от нас. Сейчас на двух пунктах подстанции номер 2 работают 8 бригад скорой помощи. 4 в поселке Грессовском и 4 на улице Балаклавской. После открытия помещения на улице Севастопольской медицинского персонала станет больше. Вероника Посековская, Артем Баранов. Новости 24. Зимний сад. Огромное витрожи и комфортное жилье для студентов. Так будет выглядеть Центр полиэтнической культуры молодежи в Симферополе. Его готовность 70%. Здание возводят в рамках федеральной целевой программы. Как продвигается строительство, видела наш корреспондент Виолетта Корнечук. Бесшумные лифты и панорамные окна. Высотное здание Центра полиэтнической культуры молодежи в Симферополе на завершающем этапе строительства. Здесь будет общежитие для студентов. Квартирного типа. Со всеми удобствами. Фактически 126 квартир. Вот декоративная штукатурка. Уже розетки установили. Люстры повесили. Отопление почти выполнено. Осталось пусконавадочные работы. Материалы преимущественно отечественные. Общая стоимость строительно-монтажных работ – 747 миллионов рублей. Большое внимание рабочие уделяют безопасности. Это гофра для защиты кабеля. То есть, в принципе, все кабели защищены? Да, конечно. Защищены. Осталось только их подключить. Как бы уже раскинуто все. А на последних этажах работа кипит с раннего утра. Строители завершают укладку плитки. А на 14 этаже фактически на крыше. Скоро можно будет гулять среди цветов и деревьев. Здесь будет находиться зимний сад. Рабочие уже смастерили вот такую металлоконструкцию. Провели пожарную систему, вентиляцию и ливневку. Вместо стен и крыши будет стоять специальное стекло, позволяющее пропускать естественный свет таким образом, чтобы растения не погибли. Застекление является самым сложным этапом на этом этаже. Скоро к делу приступят ландшафтные дизайнеры. Им предстоит выбрать растения, которые украсит центр. С крыши высотки видно здание Крымского педагогического университета, к которому относится объект. Все работы идут по графику. Порядка 30 с лишним человек работает. Наружная отделка выполнена. На 100% отопление внутреннее тоже произведено уже на этапе завершения. Остается только пусконалодочная работа. Пока вот на таком этапе. Первую очередь планируют сдать в декабре этого года. Это будут жилые помещения. Строительство остальных продолжится. Виолетта Корничук, Олег Черемиси, Новости 24. Из Екатеринбурга в Евпаторию. В местное трамвайное депо доставили новый вагон. Уникальное низкопольное оборудование сделали по специальному заказу на Уральском заводе транспортного машиностроения. Как машина проходит обкатку и технические испытания, видела наш корреспондент Анастасия Крапивина. Новый трамвай в городе. Событие историческое. Вагоны, которые есть в депо 1967 года выпуска и старше, ломаются регулярно. Ремонтируют их даже по ночам, чтобы утром снова выпустить технику на линию. Алексей Сердюк работает здесь почти 10 лет. Машине, которую доставили в курортный город Сурала, несказанно рад. Старые трамваи уже вышли из свой ресурс. И мы надеемся, что новый подвижной состав нас не будет так подводить, как старые, которые мы ремонтируем практически круглосуточно. Новый трамвай собрали в Екатеринбурге. Уникальные вагоны для узкой колеи в 1000 мм в России делают только на одном заводе. После того, как данный вагон пройдет полный цикл испытаний и получит акт МВК и сертификацию ответствия, завод «Арлтрансмаш» готов к серийному выпуску данных трамвая. Любая модернизация, возможно, все зависит от технических заданий городов. То есть каждый город пишет техническое задание под себя. Новый трамвай значительно шире тех, что сегодня ездят по городу, оснащен кондиционером и видеокамерами. В вагонах также установлены антивандальные анатомические сидения. Принципиальное отличие этого вагона от старых в том, что он частично низкопольный и предусмотрен для программы «Доступная среда». Здесь везде расположены поручни, специальные крепления для маломобильных групп граждан, места для колясок, кнопка вызова для инвалидов и, главное, пандусы. Обновление подвижного состава – не единственные большие перемены в трамвайном управлении за последние годы. В Евпатории уже реализуется федеральная программа, по которой реконструируют пути и контакты. На ремонт и обновление выделили 678 миллионов рублей. В стадии прохождения технических заключений. То есть мы тоже надеемся, что со временем и контактные сети, и пути будут заменены на новые. После обкатки машины с Урала и технических испытаний трамвайное управление планирует постепенно заменить весь подвижной состав парком на идентичные машины. Старые вагоны продолжат служить, но уже в качестве музейных экспонатов. Анастасия Крепивина, Евгений Малышев, Новости 24, Евпатория. Я думаю, что новостная повестка дня не будет полноценной, если не знать, чего же ожидать от сегодняшней погоды. Так давайте же узнаем. В Симферополе переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 13 метров в секунду. Днем местами порывы до 18. Температура воздуха ночью до минус 3, днем до 5 тепла. В Севастополе малооблачный, ветер тоже северо-восточный до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, днем плюс 6. Южный берег Крыма. Переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный до 13 метров. Температура воздуха ночью плюс 6, днем плюс 9 тепла. Керчь. Переменная облачность и без осадков. И ветер также северо-восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 5. Армянск. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, скоростью до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до 5 тепла. Надеюсь, эта информация вас обрадовала, но в любом случае добавлю, что эта неделя, она, ну скажем, первая холодная. Дальше за ней последует теплый период, промежуток ноября, поэтому не расстраивайтесь. И очень скоро мы снимем пуховики и сменим их на легкие осенние куртки. По крайней мере, так обещают синоптики. Надеюсь, Антонина, ты свою шубу еще не доставала? Нет, я не доставала, но меня немножечко расстраивает один момент. Почему все время, когда планируются выходные, а тем более эти будут выходные, 3 дня, погода не радует? Это повод посидеть дома, сделать уборку, например. Ну, мне кажется, то, что когда 3 выходных, совершенно не хочется проводить время в домашней обстановке и в домашней атмосфере. А чего же тебе хочется? Ну, наверное, хочется прогуляться и потратить деньжат. Может быть, на шопинг сходить. Может быть, заняться творчеством. Может быть, заняться творчеством. Я знаю, кстати, где занимаются творчеством. Помимо этого, кроме того, что занимаются творчеством, люди еще и успешно проводят время, отдыхают, наслаждаются такой атмосферой в компании друг друга. И что же вдохновляет этих творческих людей, знает наш корреспондент Дарья Шарипова. В приятной компании и под гитарные мотивы. Так в Симферополе прошел вечер авторского творчества. Свои произведения широкой публике представили две поэтессы и семь музыкантов. Для того, чтобы выйти на сцену перед большим количеством людей и спеть свою песню или прочесть свое собственное стихотворение, нужно обладать недюжинным мужеством. Так откуда же черпают мужество и вдохновение молодые крымские авторы? Пойдемте узнаем. Открывала вечер Ольга Мещерякова. Сценический псевдоним Ольга Дали. Девушка пишет стихотворения с 15 лет и не раз с ними выступала. Стеснения перед публикой у нее нет. Эта вот энергия, она приносит такое ощущение приятное, которое невозможно передать. Но это у каждого артиста. Ради этого мы выступаем. Муза Ольги – парень, который не испытывает к ней ответных чувств. Поэтому лирика девушки пропитана грустью. Меня манил его горчащий аромат. Ореховых духов. Возможно. Все время голоса внутри кричат. Я видела в душе его ничтожность. В нем была сила, множество, любовь. Он говорил необычайно красиво. А от его руки пела моя кровь. Мне нравились его души мотивы. Такие вечера авторской музыки и поэзии в Крыму уже давно не редкость. Ребята из творческого объединения за последние полтора года провели их больше 25. В Крыму огромное количество ребят, которые связаны с творчеством. Очень крутые ребята, только их никто, к сожалению, не хочет поддерживать. И, так сказать, на разных творческих мероприятиях они себя демонстрируют. Тем самым мы их приглашаем к нам или взаимодействуем и сотрудничаем с такими вот ребятами. За спиной Виталия более 11 лет увлечения музыкой и около 40 публичных выступлений. На написание произведений парня вдохновляет хорошая погода, поэтому его песня, как правило, веселая. Я занимался вокалом и преподавательницей, и она как-то предложила выступить на одном мероприятии, подыграть. И после этого так подыграл, что у нас получился дуэт, девушка, и вот мы уже два года выступаем. Недавно пара написала совместную песню. Этим вечером они ее представили впервые. Не только выступающие, но и гости вечера тоже обладают талантом к творчеству. Проверено нашей съемочной группой. Придумай рифму на фразу «Утро нового дня». Утро нового дня? Найди себя. Утро нового дня? Когда я вижу с утра тебя. Утро нового дня? Начну с чашечки кофе я. Утро нового дня? Вновь улыбить тебя. Утро нового дня? Все веселит меня. Проявить себя зрители могли также в конце вечера, когда микрофон на полчаса стал свободен. Белый стих, лирическая баллада и даже рэп. Гости использовали самые разные жанры, в очередной раз доказывая, что в искусстве нет ограничений. Дарья Шарипова, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Дарья Шарипова, Руслан Хохлов. Это, надо сказать, довольно депрессивный на данный момент участок южного берега Крыма. Там нет крупных санаториев, там проблемы с коммуникациями. Но если будет создаваться какая-то крупная инфраструктура, безусловно, там все это появится. Но вот пока, надо сказать, вот мы видим заклейку, она появилась на экране. Пока играть и создавать игорные заведения в Крыму запрещено. И все такие заведения жестоко пресекаются. И вот мы видим видео, как накрыли, извините за такое выражение, накрыли людей, которые нелегально занимались игорным бизнесом. Нужно отметить, что наши правоохранители очень длительно следят за соблюдением правил и норм и законов. И вот такие вот нелегальные игровые дома, они вне закона. Поэтому, дорогие друзья, не посещайте их, не провоцируйте людей их создавать. И тем самым совершайте правоохранительные решения. Причем, знаешь, Саша, я хочу тебе сказать, что был такой не один подпольный клуб. Их было 15 по Крыму. Да, их было 15. И действительно была проведена очень большая работа по закрытию и вообще, в принципе, наверное, пресечению такой информации. Но люди, в принципе, активно пользуются. Как мы видели на нашей видеозаклейке небольшой. Люди есть. И, значит, людям это нравится. Поэтому, если это все будет легально, это все будет официально и интересно, то, я думаю, почему нет, Крым может стать привлекательным не только в летний период и осенний. Я думаю, это что и зимой, и весной люди сюда будут с удовольствием приезжать. Не только для того, чтобы покупаться в море. Ну, вот я даже знаю, что игромания – это своего рода тоже вид зависимости. И, может быть, даже очень серьезный. И приводит к тому, что люди распродают все свое имущество, делают несчастными свои семьи только потому, что у них, их болезнь заключается в тяге к азарту. Ну, ты знаешь, я думаю, что все это от нехватки денег. Для чего туда идут люди? Это, конечно же, своеобразные наркотики. Я тут с тобой полностью согласна. Но в большинстве своем у опрошенных спрашивали, почему же они отправляются в казино для того, чтобы заработать денег. Ну, я думаю, что это отчасти лукавство. В первую очередь, я думаю, что острые ощущения, азарт, который их подхлёстывает. Ну, тут уж, наверное, никто никому не судья. Тут нужно лишь услышать прогноз валют и узнать, сколько стоит бензин. И, может, там можно сэкономить. Я предлагаю прямо сейчас это и сделать. Для этого подойду к нашему плазменному экрану, где сейчас уже появятся буквально цифры. Сколько же сегодня стоит топливо? Это очень важная информация, которая пригодится всем тем, кто собирается выезжать на работу. Итак, 1 литр газа сегодня стоит 22 рубля 70 копеек, дизельного топлива 48 рублей 70 копеек, 92-го бензина 44 рубля 60 копеек, 95-го 48 рублей 77 копеек, 98-го 55 рублей 79 копеек. О цен на топливо перейдем все-таки к валютам, которые мы уже упоминали. Тройка и семерка ТУЗ, к сожалению, не та формула, которая поможет вам заработать миллион долларов. Но, тем не менее, пересчитать, сколько же это будет в рубли, вы сможете, узная курс. Итак, доллар стоит 63 рубля 77 копеек, а евро 71 рубль и 19 копеек. Доллар упал на 3 копейки, а евро подрос почти на 10 копеек. Быть может, эта информация игрокам будет полезна. Играть можно ведь не только в казино, но и на фондовых биржах, как это делает Тоня. Она старый опытный нефтяной магнат, в Тюмени добывала ни один баррель нефти своими руками и точно знает, как правильно распоряжаться черным золотом. Ну, ты знаешь, Саш, я ходила только по легальным заведениям, помимо клуба Шоляпин. Я, кстати, хотела бы сказать, что, может быть, для кого-то эта информация будет полезна, так же, как и курс валют, если кто-то захочет отправиться в Нью-Йорк, например. У меня есть очень интересная информация. В Нью-Йорке подписали законопроект о запрете фуагра. Почему? Саш, ну, элементарно. Вот ты, как человек неосведомленный, если вдруг решишь отправиться в Нью-Йорк, никогда не заказывай. Если где-то ты увидишь в заведениях фуагра, то тебе нужно будет сообщить правоохранительным органам. Почему запретили? 46 членов городского совета Нью-Йорка проголосовали за принятие закона запрет на продажу или заготовки продукции, которая получается из принудительного откармливания. Ну, я напомню, что такое фуагра. Это когда несчастного гуся сажают в клетку и начинают его кормить на убой. У него происходит жировая инволюция печени или жировое перерождение печени. Это тяжелое заболевание, но при этом печень насыщается такими включениями твердых жиров. И, безусловно, гусь страдает, мучается и тяжело болеет. Но при этом его печень гипертрофируется, и потом ее подают на стол, как обязательно с яблочным... Я никогда не ела... С яблочным, ну, типа, желе... С джемом, может быть, какой-то? С джемом, да. Ну, конфитюр, по-моему, как называется. Откуда же нам это знать? Мы не ездим по Нью-Йоркам. И вот такое... Я тоже ни разу не был, ты что, это вражеское государство. И вот такое блюдо подают... Ну, это вообще французское блюдо, надо сказать. Ну, я тебе могу сказать, что такую жареную жирную печень, наверное, люди не все предпочитают попробовать. Очень идиетическое, очень идиетическое. Очень идиетическое, наверное, в принципе, вкусное. Но является деликатесом. Особый способ приготовления, в принципе, очень интересен. Кстати, хочу отметить, что, в принципе, если даже где-то в этом заведении вы найдете, что пришлось сделать работодателю, который все это придумал и не запретил? Заплатить штраф и всего лишь навсего. Заплатить штраф и угощать своих гостей. Ну, скажи, пожалуйста, эту новость, я думаю, ты подчеркнула из интернета. Саша, пока искала эту новость в интернете, наткнулась на очень много интересных роликов, смешных. И специально для вас, дорогие зрители, мы подготовили подборку таких роликов. Сальто назад, вперед, с рукой и без. Просто на траве или даже ступеньках. Мужчина прыгает с бордюра на бордюр, как профессиональный паркурист. Своими пируэтами он в очередной раз доказывает. Сложные акробатические трюки можно делать даже с лишним весом. Как мало в детстве нужна для счастья. Спортсменка, посетившая Африку с гуманитарной миссией, показала ребятам трюк с вращающимся мечом. Это маленькое чудо дети запомнят надолго. Чего только не сделаешь ради фотографии с кумиром. Например, можно задержать футбольную игру, но только если ты главный судья. Арбитра остановила матч после фола полузащитника, показав ему желтую карточку и затем спокойно сделала селфи. Рок-н-ролл у все возрасты покорны. Пенсионерка не смогла пройти мимо уличного музыканта и начала танцевать. Такими зажигательными движениями она даст фору многим юнцам. Не только Ванда может сесть на шпагат между двумя разъезжающимися фурами. Этот опасный трюк повторил россиянин Егор Тунгусков. Правда, соблюдая все меры безопасности. На крыше автобусов установили специальные противоскользящие маты. Свое мастерство мужчина показал на конкурсе Пермь рулит. Если танцевать под музыку из любимого мультфильма, то только с лучшим другом. Пес заменил девочки-кавалера и справился ничуть не хуже настоящего наследника престола. Правда, к концу видео питомец немного устал и повел себя, как принцесса. Сбежал с бала. Мировой рекорд, который держался 30 лет, побит. Непальский альпинист покорил 14 высочайших вершин планеты. Он совершил восхождение на горы в Пакистане и Тибете. Последней стала Шиша Бангна в Китае. Для освоения высот мужчине понадобилось 6 месяцев и 6 дней. Ну а наш эфир продолжается. И, конечно же, не только корреспонденты радуют вас интересными новостями, но и гости, которые приходят к нам в студию. Сегодня это Евгения Валентиновна Молочка, региональный координатор общественного движения «Волонтеры-медики». И говорить мы сегодня будем о нацпроектах и об этом движении. Доброе утро. Доброе утро. Но прежде всего я хочу у вас спросить, перед тем, как мы коснемся национальных проектов, вот у вас такая красивая фирменная толстовка. Что это за организация такая, волонтеры-медики? Чем вы занимаетесь? «Волонтеры-медики» — это всероссийская общественная организация, у нас в Крыму открыто оригинальное отделение. Мы занимаемся укреплением здоровья граждан, помощью практическому здравоохранению, в реализации определенных федеральных программ. И также заботимся о том, чтобы помогать и готовить будущих специалистов, которые будут работать в медицине Крыма. То есть в этой организации участвуют как действующие врачи, так студенты? Да, в этой организации задействованы студенты медицинских вузов, колледжей. То есть если я врач, то я уже не могу. И врачи также помогают нам в реализации. А также еще к нам может присоединиться студент немедицинского вуза. У нас есть специальное направление, называется популяризация здорового образа жизни, где могут принимать участие не медики. Ну, наверное, прежде чем стать медиками, отправиться на помощь, надо пройти какой-то инструктаж или как это все проходит, обучение у вас? Ну, у нас вначале, у нас есть сайт волонтеры-медики.рф. Любой желающий стать волонтером-медиком подает заявку. Затем связывается оригинальный координатор с участником волонтерского движения будущего. Каждый может выбрать одно из шести направлений, которые мы реализуем. Это волонтерская помощь медицинским организациям, санитарно-профилактическое просвещение населения, популяризация здорового образа жизни, кадрового донорства, обучение первой помощи и сопровождение спортивных и массовых мероприятий, профориентация школьников. Выбираю одно из шести направлений, где хочет участвовать будущий волонтер-медик. Он потом будет связан с региональным координатором этого направления, пройдет обучение и начнет свою деятельность по помощи здравоохранения. Мы сегодня говорим все-таки о национальных проектах. Насколько я понимаю, в нашей стране довольно серьезное внимание уделяется здоровью нации. В каких конкретно национальных проектах, укрепляющих здоровье нации, участвуете вы и ваша команда? Мы помогаем в реализации практического здравоохранения, национальных проектов здравоохранения и национального проекта «Демография». Что это такое за проект? Там, в составе каждого национального проекта есть ключевые федеральные проекты. Вот, например, в проекте здравоохранения мы помогаем реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкозаболеваниями», «Потом федеральный проект «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья». В рамках национального проекта «Демография» мы также участвуем в помощи реализации федеральных проектов. Там всего в пять входят. «Спорт» это модно. Это все про демографию? Да, «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья». Это тоже все демография? Да, в составе каждого национального проекта есть ряд федеральных проектов. Мы помогаем в национальном проекте. А можете рассказать, в чем заключается работа? Подробнее. Ну вот, например, федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Для этого волонтерам медиков есть направление, называется «Популяризация здорового образа жизни» и «Санитарно-профилактическое просвещение населения». У нас есть свои федеральные акции, которые мы проводим всероссийскому штабу. Ведем популяризационную компанию среди населения, трудоспособного, среди школьников, молодежи, то есть разных возрастных категорий. о том, как заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Рассказываем о профилактике онкозаболеваний, о том, как вести здоровый образ жизни. Рассказываем о том, как вредно курение, алкоголизм, наркомания. То есть, делаем все для того, чтобы популяризировать здоровый образ жизни, чтобы спорт стал модным. А также у нас есть федеральный проект, который называется всероссийский проект «Добро в село». Здесь мы помогаем в развитии первичной медико-санитарной помощи. Выезжаем в федерско-акушельские пункты в различные муниципальные образования Крыма. Волонтеры-медики по всей России посещают федерско-акушельские пункты, где мы помогаем благоустраивать факлы и ведем в развитие сел среди населения сел поселков городского типа. То есть вот такая составная... А часто ли вы отправляетесь, может быть, на какие-то обучения, на материк в Центральную Россию? Мы часто отправляемся, да. Постоянно проводятся форумы специально для волонтеров, для будущих... У нас, кажется, проблемы со связью, надо поправить антенну. Где-то... Вот чуть-чуть, да-да-да, извините, у нас небольшая техническая заминка. Мы отправляемся постоянно на форумы участвовать. Например, сейчас проводится в Иваново, международный форум волонтеров-медиков, где собралось все федеральное сообщество врачей, общественных организаций по волонтерству и проводят обучающие мероприятия. Также мы ездим для того, чтобы обучать население таким вот выясным мероприятиям, как вести здоровый образ жизни. Скажите, сколько в вашей команде человек? Приблизительно. Сейчас у нас примерно более 350 человек. Это студенты медицинской академии, студенты медицинских колледжей. Сейчас у нас региональное отделение, местное отделение открылось на базе Ялтинского колледжа, Евпаторийского медицинского колледжа. Еще очень рада, что к нашей деятельности присоединяются школьники. Они проходят специальную программу по профориентации. Это дистанционный курс образовательный, который дает представление о медицинских профессиях, о том, как устроена система здравоохранения. И после прохождения такого образовательного курса они внедряются и также помогают в различных мероприятиях. Очень интересный проект называется «Оберегая сердца». Это когда детям, школьникам объясняют, как распознать признаки инсульта и инфаркта и как действовать при этих ситуациях, если, например, они столкнулись с тем, что увидели, допустим, у взрослого случился инфаркт, инсульт, как не растеряться, вовремя вызвать скорую помощь и как вообще понять, что это инфаркт. Евгения, снова вернемся к национальным проектам «Демография и здравоохранение». У вас 350 человек в команде. Они как-то разделены между этими проектами или все вместе то туда, то сюда? Нет, у нас такого четкого разделения нет, но если я говорю по направлениям, каждый выбирает направление, где он работает. Но как такового, можно сказать, четкого направления, чтобы один волонтер-медик выбрал и работал у нас нет. То есть у нас волонтеры пробуют себя в различных направлениях. Также помогаем в медицинских организациях. Один из федеральных проектов это развитие первичной медико-санитарной помощи. Поэтому волонтеры-медики помогают медицинскому персоналу в медицинских организациях по уходу за пациентами. Ну а если желающий присоединиться к вашему волонтерскому движению находится в Евпатории, в Саках, в Судаке или еще где-то, обязательно ему нужно ехать в Симферополь или куда ему обращаться? Нет, у нас оригинальное отделение открыто на базе медицинской академии в Симферополе и на базе медицинского колледжа. А те ребята, которые участвуют в волонтерском движении в Евпатории и в Ялте, например, они осуществляют по месту своего жительства эту волонтерскую деятельность. Поветвленная сеть у вас. Да, да. Также мы вот сейчас у нас дальнейшие планы развиваться и уже открываться даже в тех городах, где нету медицинских колледжей. То есть волонтеры-медики могут также работать на базе больниц, на базе федерско-акушетских пунктов. Евгения, большое вам спасибо за рассказ. Я думаю, что после нашего сегодняшнего эфира непременно еще больше людей приметнет к вашей команде. Ну а я напоминаю, что в студии у нас сегодня была Евгения Валентиновна Молочка, региональный координатор Крымского регионального отделения Всероссийского общественного движения волонтеры-медики. Спасибо еще раз большое, что вы к нам пришли в эфир, рассказали очень много интересной информации. Кстати, об интересной информации знаю я одного корреспондента Стефана Филатова, который тоже готов поделиться с нами интересной информацией прямо с улиц Евпатории. Рекордное количество солнечных дней в году и как следствие средняя температура даже самого холодного зимнего месяца выше ноля. Этот факт вместе с многовековой историей говорит о том, что Евпатория уникальный город. Старинная архитектура, традиционная кухня и огромное разнообразие сувениров, наибольшей популярностью среди которых пользуются необычайной красоты турки. Центр Евпатории с головой погружает в историю и обычаи крымско-татарского народа. Кстати, по многим поверьям город начинается именно отсюда. Строительство Гезлевских ворот датируется 15 веком. Высота оборонительного сооружения 20 метров. По мнению историков, здесь жила стража, всегда готовая отразить нападение неприятеля. Современники постройки называли ее ворота дровяного базара. Из-за того, что город расположен в приморско-степном регионе, дерево для обогрева домов ценилось высоко. Украшения, сладости и плоды творчества соблюдая древние традиции, торговля в этом месте продолжается и сегодня. Также здесь представлен огромный выбор дубликатов старинных монет, а что интереснее, можно сделать даже свою собственную уникальную. Для этого нужно выбрать два изображения на одну и на другую сторону, затем берем заготовку и приступаем к работе. Юрий Вершигора занимается этим уже два десятилетия. Говорит, что людей прельщает не столько необычное изделие, как возможность изготовить его самостоятельно. Чекание деньги человечество научилось примерно две с половиной тысячи лет назад. С тех пор особо ничего не поменялось. Точно так же используется клише, которое останавливается в специальный станок и молоточек. А это вам на память о городе Евпатории. Спасибо. Население Евпатории порядка 120 тысяч человек. Город достаточно компактный, но при этом здесь проживают представители многих национальностей, где еще можно увидеть мечеть, от которой рукой подать до церкви. А буквально в 100 метрах от нее расположилась эта сцена. Кстати, одна из главных в городе. Примечательна она тем, что в дни национальных культур, которых, кстати, в Евпатории очень много. Здесь выступают представители немецкой, греческой, караимской и многих других диаспор. Застать эту сцену пустой очень сложно, но сегодня, как видите, у меня это получилось. А вот сказать того же о евпаторийских набережных нельзя. Соленый морской воздух, обилие практически ручных птиц, художественные пленеры. Что-то свое, уникальное здесь найдет каждый. Еще, когда были молодые, очень хотелось побывать. Потом Крым как бы не наш стал. И вот, когда он вернулся в Россию, очень хотел здесь побывать. Узкие улочки старого города и масса исторических достопримечательностей, современные жилые комплексы и сфера развлечений. Евпатория словно живет в двух временах, в прошлом и настоящем. Это способно заинтересовать даже опытного туриста. Благодаря уникальным климатическим особенностям курортный сезон в Евпатории длится рекордные полгода. С мая по середину октября. Даже глубокой осенью и зимой приток туристов не снижается, что обусловлено пансионатами, санаториями и здравницами, которые работают круглый год. Стефан Филатов, Алексей Семенов. Утро нового дня. Ну а с золотого побережья Евпатории предлагаю перенестись на улицы Симферополя, где прямо сейчас находится наш мобильный корреспондент Дарья Шарипова. Дарья, доброе утро. Рассказывайте, что вы видите своими глазами. Доброе утро еще раз, коллеги. Все еще на улице холодно. Я продолжаю слегка мерзнуть. Поговорим о дорожной ситуации, ситуации на дороге. Я нахожусь на Советской площади. Само кольцо свободно. Проезд на кольце не затруднен. Но вот сзади меня образовалась небольшая пробка при въезде на кольцо. И поэтому я сегодня к вам с лайфхаками небольшими о том, чем занять себя в пробке. Первый, и он, наверное, самый полезный, это запастись аудиокнигами. Вместо музыки, вместо стандартного радио просто скачать на флешку аудиокниг. Это может быть литература любой направленности или же какие-то языковые курсы. Это было бы очень полезно и в дороге вы еще бы приобрели какие-то новые навыки. Также второй совет, это можно занять себя, почистить бардачок, просто взять влажную салфетку и протереть панель передач. Тоже очень полезно. Также третий совет, это часто можно увидеть, как девушки на светофоре стоят и подкрашивают губы или просто красят свое лицо. Почему бы и нет? Отличная идея, только если вы, конечно, не пропустить момент, когда загорится зеленый цвет, надо быть внимательной в такие моменты и, конечно же, не во время движения, ни в коем случае. И последний совет, это просто расслабиться и начать петь, даже если вы плохо поете, в любом случае это снимет стресс, также поднимет настроение и время в пробке пролетит намного быстрее. Проводите время с пользой, даже в пробке, так что на этом мои советы закончились. А коллеги, как вы считаете, чем еще интереснее можно занять себя в пробке? Хороший вопрос. Да, знаешь, Даш, предпочитаю ходить пешком, для того, чтобы не стоять в пробках, экономить свое время, ну и, конечно же, наслаждаться видами. Или на велосипеде, как это делаю иногда я. Знаешь, я особенно люблю проезжать на велосипеде в детском парке, потому что там растут дубы. И, кстати, вот новость интересная, сотрудники лесной охраны пресекли незаконную рубку дуба спилил 6 дубов, причем довольно больших и старых, диаметром ствола от 19 до 20-30 сантиметров. Дуб растет очень медленно, это большие, очень старые деревья, причем эндемический вид, вид называется дуб пушистый. У нас в Крыму растет несколько видов дубов. Дуб чересчатый, дуб пушистый, дуб каменный на южном берегу и дуб, ну, хватит. Еще один я забыл, как называется. Дубка, да. Ну, в общем, короче говоря, срубил на эти пушистые дубы. Почему пушистые? Потому что молодые побеги этих дубов, они всегда опушены, так поэтому и называется. Но, интересный факт. Так. Ну, я скажи ты, потом я скажу. Я просто хотела еще отметить, что, казалось бы, срубил 6 дубов, а заплатил 174 тысячи рублей штраф. Я хочу маленькую историческую справку сделать. Дело все в том, что ранее, ну, скажем, еще в 17 веке, почти все предгорья Крыма от Белогорска до Севастополя представляло собой абсолютно непроходимую дубраву. И вот тот дуб, например, который остался у нас в детском парке, это остаток той дубравы, которая была когда-то у нас. Ее срубили, кстати говоря, на прокладку Черноморского флота и на прокладку железной дороги Севастополь-Симферополь-Лазовое. Ладно, это все. Я вот еще хотела тоже уточнить один момент, Саш, если ты так хорошо разбираешься в дубах, дубах, скажи, пожалуйста, правда ли, что молния попадает только в дуб чаще всего? Нет, неправда. Неправда. Ну, в любом случае, спасибо за ответ. Наш эфир продолжается и эстафету нашего эфира готовы продолжать коллеги города-героя Керчи. Екатерина Рябова с нами на связи. Катя, доброе утро, что сегодня у вас на повестке дня? Доброе утро, коллеги. Сегодня в Керчи, в городе-герои, отмечают годовщину Керченской Альтигенской десантной операции. Это одна из самых масштабных и крупных операций, которые прошли в ходе Великой Отечественной войны. Она началась в ночь с 31 октября на 1 ноября 1943 года и длилась 40 суток. Ее целью был захват плацдарма на Керченском полуострове и дальнейшее продвижение вглубь Крыма и его освобождение. Сегодня мы поговорим о поисковом движении. Гость нашей студии, руководитель военно-патриотического поискового объединения Крымпоиск Николай Шевченко. Николай, здравствуйте. Расскажите о сути вашей работы, чем вы занимаетесь? Доброе утро. Суть нашей работы состоит в поиске останков военнослужащих Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Республики Крым, которые по тем или иным причинам остались на полях сражений, не захороненными. Причин могло быть много. Части наступали, отступали, где-то люди терялись, понятное дело, оставались засыпанными в окопах, воронках, траншеях, блиндажах. Спустя много лет мы восстанавливая историческую справедливость, пытаемся найти их останки и захоронить с достойными почестями соответствующими героев и вообще по всем военным ритуалам. Наше поисковое объединение существует с 2015 года, но люди, которые состоят в нем, они уже работают в этом направлении многие десятилетия. В частности, я начал первые свои работы и участвовал в первой официальной вахте памяти в далеком 1994 году. Это была экспедиция Акманаи 1994, проводилась на территории Ленинского района на Акманайских позициях. Ну, теперь уже за плечами достаточно большой опыт. Объединение состоит из людей совершенно разных возрастов, то есть от мала до велика и разных специальностей, и социального статуса, ну, то есть все те, кому не безразлична военная история нашей Родины, судьбы защитников Отечества, собственно говоря. Военный поиск в Крыму насчитывает уже больше 50 лет и начался он в далеком 64-65 годах, когда керченские мальчишки, ну, как все мальчишки, наверное, любители где-то полазить, поискать, найти какие-то вещи, ну, а военные вещи найти для ребят, для пацанов это вообще большое счастье. В общем, ребята лазили за городом, вот, это братья на Токи, и вот мой отец Владимир Шевченко, им тогда было по 14-15 лет, они наткнулись на останки военнослужащих. У останков военнослужащих на них прямо они обнаружили награды, награды и документы. Ну, ребятам стало интересно, они принесли их домой. Родители всех ребят на тот момент были участники войны. И, в частности, вот мой дед, офицер Красной Армии, он, увидев у ребят эти награды, сказал, отнесите в военкомат, вам смогут подсказать, кто их получил, кто владельцы этих наград. отдали ребятам военкомат награды, понятное дело, тогда связь какая, ни интернета не было, почта, то есть прошло достаточно большой период времени, несколько месяцев, к ребятам в школу пришли представители военкомата и сказали, что ребята, найдены родственники этих бойцов. Есть адрес, вы можете связаться, но это было большое счастье, конечно. Ребята связались, приехали родственники бойцов, это были военнослужащие Красной Армии, Боровиков и Логвинов. Приехали к одному мать, к другому приехала сестра. Ребята показали, где нашли останки, рассказали, каким образом нашли, ну и было принято решение провести торжественное захоронение. В частности, поручили это дело администрации на тот момент Войковского сельского поселения, ну, наверное, тогда это сельсовет был, вот, Ленинский район. Почему? сельсовета как раз-таки бойцы и погибли и были обнаружены их останки. Вот, но прошло определенное время, а дело так и не получило окончания и достойное захоронение не было совершено. В общем, ребята еще раз обратились в сельсовет, но им сказали, что как бы останки захоронены. Они попросили указать место, им указали, они прибыли на могилу, но тот порядок, в котором были захоронены останки, ребят не удовлетворил. То есть, они были очень расстроены, как были захоронены на тот момент остатки. Они обратились в Республиканский комитет Компартии на тот момент Украины, оттуда приехал представитель, проведена была проверка, ну и, скажем так, под воздействием Коммунистической партии на тот момент, после определенных оргзамечаний, после критики и выговоров, было совершено нормальное захоронение уже на территории воинского кладбища в деревне Войково, в селе Войково, поставлен мемориал, и более того, фамилиями этих бойцов, Боровикова и Логвинова, были названы новые две улицы в селе Войково. Ну вот, наверное, осознанный поиск, собственно говоря, с того момента и начался, до этого, конечно, ребята где-то ходили, собирали там и все остальное. Я тоже пришел в поиск, как бы, мы в дальнейшем, да, отец ушел на службу, служили по всему Советскому Союзу, ездили, долго жили в Баку, и из Баку мы каждый год приезжали сюда к бабушке с дедушкой на каникулы. Ну и, наконец, с каникул всегда, как бы, с поиска что-то везли. А везли почему? Потому что я учился в Баку в 49-й школе, на базе которой во время войны был госпиталь. В госпитале формировался батальон морской пехоты, который принимал участие в высадке десанта в поселке Ильтиген. То есть, вот она, вроде бы, огромная наша страна и насколько она маленькая, да, история у нас одна. Николай, скажите, а вот насколько сейчас активно молодежь вступает в ваши ряды, как вы привлекаете ребят, интересно ли им это? Вы знаете, не просто интересно, для них это нужно и важно. И ребята с большим удовольствием участвуют в поисковых мероприятиях, не только на полях, они участвуют в поисковых мероприятиях в архивных. Сейчас молодежь очень хорошо и близко общается с интернетом. В сети интернет, благодаря Министерству обороны Российской Федерации, имеются уже сейчас серьезные базы данных об участниках войны, где можно почерпнуть большую информацию. То есть, это большая помощь и поисковикам, и людям, тем, которые помнят и чтут память. То есть, все люди, которые пытаются найти родственников, напрямую могут обращаться на сайты Министерства обороны, такие как ОБД Мемориал, Подвиг народа, Память народа. Это официальные ресурсы, там находятся сканы официальных документов, которые хранятся в архиве. Я знаю, что действительно такая возможность есть. У нас в городе проходят регулярно захоронения бойцов, приезжают родственники из других регионов, городов, которые находят информацию о том, что их предки приняли свой последний бой именно в нашем регионе. Николай, я благодарю вас за беседу. В Керчи в честь годовщины Керченской Эльтигенской операции пройдут торжественные мероприятия. Мы расскажем о них в информационном выпуске. На этом, коллеги, я передаю вам слово. Большое спасибо, Катя. Желаем вам хорошего дня и добрых новостей. Напоминаем, на связи был Керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Екатерина Рябова. Ну а наш эфир продолжается, и наши корреспонденты тоже трудятся для того, чтобы интересным он был и информативным. Вот, например, Татьяна Былыкина сняла потрясающий сюжет про велосипедиста, который я и предлагаю посмотреть первым делом. Заехал в селение Выра. На улице не сказать, что холодно. На кадрах 1 августа 2019-го в этот день началось большое путешествие Алексея Крылова. Таксисту из Санкт-Петербурга надоела монотонная жизнь северной столицы. Продал машину, пересел на велосипед, определил маршрут точками на карте и двинулся в путь. Первый день выезда моего это вот как в каком-то в тумане. Идет какой-то мандраж, идет неуверенность, понятное дело, что ты не понимаешь вообще куда, что, где ты будешь ночевать, что с тобой будет. Вообще непонятно, что будет происходить. Придал уверенности попутный ветер и люди, которых встретил в дороге. Один мужчина посоветовал поляну для ночлега, другой составил компанию на ближайшие 500 километров. На пару велосипедисты 8 дней крутили педали до города Себеж. Дальше Алексей в одиночку отправился в Минск, а оттуда в Крым. Это тот самый велосипед, который верно прослужил нашему герою все 4000 километров путешествия, практически не ломаясь. Только однажды пришлось заменить спицы и шины на заднем колесе. Общий вес транспорта 40 килограммов, палатка, спальник, карематы, сумки с едой и одеждой. Все необходимое в прямом смысле слова под рукой. Подготовка к путешествию обошлась Алексею в 100 тысяч рублей. Еду деревня Кузнецова, а тут смотрите какая штука. Аисты. В пути велосипедист три месяца, в среднем по 100 километров в сутки с небольшими остановками. До Крыма добрался за 49 дней. Здесь решил немного задержаться, пожил в Севастополе на берегу моря, исследовал местные леса, горы и приобрел много новых друзей. Едешь в конце дня, проезжаешь очередную там, очередные 100 километров и просто порой хочется просто кричать от счастья и радости, что закат видишь очередной, очередное место красивое. Каждый день как новая жизнь. Люди неделями проживают, а у меня один день как месяц. И вот по ощущениям, что я год назад проехал в Питер. В социальных сетях велосипедист ведет видеодневник своего путешествия. Каждый день делится впечатлениями с подписчиками. Во многом, благодаря поддержке друзей и знакомых его странствия все еще продолжается. В добрый путь! В добрый путь! А тем временем Алексей Крылов уже отметил новую точку на карте. Ему предстоит преодолеть 5000 километров, чтобы Новый год встретить уже в Стамбуле Татьяна Балыкина и Руслан Хохлов. Утро нового дня! Ну что же, пожелаем удачи путешественнику. А прямо сейчас я предлагаю подключиться к нашим коллегам из новостной редакции Сергей Мельников. Прямо сейчас с нами на связи Сергей. Доброе утро! Доброе утро, ребят! Чем живет новостная редакция? Что у вас на повестке дня? Ребят, ну мы, как всегда, готовы оперативно вам рассказать о самых интересных событиях, которые происходят в Крыму. В четырех регионах республики сегодня пройдут конкурсы на замещение должностей глав администрации. Изменения ждут Ялту, Саки, Старый Крым и Ленинский район. Как проходит избирательный процесс в самой Ялте вы сможете увидеть в прямом эфире на телеканале Крым-24. Также мы расскажем, как отмечают юбилей службы авиационной безопасности и как проходят совместные учения поисковиков. Покажем и как глава Крыма Сергей Аксенов вручит первые паспорта крымчанам в преддверии Дня народного единства. Смотрите и не переключайтесь. Большое спасибо. Интересная, насыщенная новостная повестка. Пожелаем удачи и добрых новостей. Конечно же, пожелаем удачи. Передадим слово нашей новостной студии, потому что нам действительно уже пора прощаться. Целых два часа мы работали специально для вас. Напомню, это была Антонина Шитова и Александр Ткачев. Напоминаю, что впереди три дня выходных. Проведите их хорошо и не знаю, хорошо ли поздравлять заранее, но мы это сделаем. Поздравляем вас, друзья, весь многонациональный Крым с Днем народного единства. Я думаю, это что пора освободить нашу площадку и все-таки передать эстафету, потому что новостная студия сегодня будет радовать, удивлять только хорошими новостями. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»